Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевой Черкесии, как и в стране в целом, завершены мероприятия по частичной мобилизации. Жители Черкеска смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной. И в регионе стартовал осенний призыв в армию. 400 молодых парней из Карачаевой Черкесии отправятся на срочную службу. Далее об этих и других темах подробнее. 79 лет назад началась одна из самых трагических страниц в истории Карачаева-Черкесии – депортация карачаевского народа. Именно в этот день, 2 ноября 1943 года, десятки тысяч женщин, детей и стариков были отправлены на долгие 14 лет в неизвестность, выживать на чужбине, в голоде и нечеловеческих условиях. И все это в то время, когда тысячи мужчин-карачаевцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. За родину, за жизнь и свободу. Там, в Средней Азии и Казахстане, народ не сломился. Выстоял, сумел сохранить самобытность, культуру и язык. «Сегодня мы вспоминаем всех жертв той чудовищной несправедливости и скорбим о тех, кто не вернулся. Низкий поклон нашим старшим, светлая память ушедшим. Хочется всем жителям нашей прекрасной многонациональной Карачаевой-Черкесии пожелать добра и благополучия во всем», – написал в своем официальном телеграм-канале глава Республики Рашид Тимрезов. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МВД и ФСБ рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами Архыс и Красная Поляна Краснодарского края, сообщается на сайте Кремля. Ранее вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою, Минэкономразвития и Минтрансу проработать вопрос организации транспортного сообщения между курортами горного кластера Сочи, курортами Лаганаки в Адыге и Архыз в Карачаевой-Черкесии. Для прямого транспортного сообщения между Сочи и Архызом будет проработано строительство железнодорожной ветки. Правительство страны продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца следующего года. Об этом рассказал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкции со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат. Экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, мы продлим некоторые из них на весь следующий год. Так акционерное общество и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. А в случае реорганизации публичных акционерных обществ, определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца. Также сохранится возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран. Тех, которые закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещение, не неся серьезных расходов, поскольку по договору обязаны выплачивать хозяевам площадей долю с оборота. Для таких компаний можно будет установить платеж в размере среднемесячной оплаты за прошлый год, либо разорвать договор аренды в одностороннем порядке. Эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку, ну и добиться более справедливого перераспределения рисков. Детские выплаты В Карачаево-Черкесии, как и в стране в целом, завершены мероприятия по частичной мобилизации. В соответствии с приказом Минобороны прекращаются все мероприятия, связанные с призывом граждан в рамках указа президента страны о частичной мобилизации, в том числе и вручение повесток. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов дал поручение республиканскому военкому Сергею Белобородову подготовить всю необходимую документацию о завершении мобилизации и довести информацию до районных подразделений. При этом продолжается работа по приему добровольцев и кандидатов для прохождения контрактной службы. В ходе частичной мобилизации наши земляки, жители Карачаево-Черкесии, достойно приняли этот вызов и отправились на защиту Родины. Среди наших мобилизованных много тех, кто сделал этот выбор добровольно и осознанно. Сегодня в очередной раз хочу искренне поблагодарить наших ребят за проявленное мужество, а их родителей и за воспитание настоящих защитников, отметил руководитель республики. Стартовал осенний призыв в армию. Проводиться он будет в плановом порядке и никак не будет связан с проведением на территории Украины специальной военной операции. Все новобранцы будут служить исключительно в России, срочников не направят в воинские части новых присоединенных регионов, а также в зону специальной военной операции. Об этом журналистам республиканских средств массовой информации сообщил военный комиссар республики полковник Сергей Белобородов. Осенний призыв будет проводиться планом, согласно указу президента Российской Федерации. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции. Проводится плановый призыв 8-22 года и все призывники будут проходить службу на территории Российской Федерации. В Донецкой, Луганской Народной Республике и Херсонской Запорожской области призывники на прохождение службы направляться не будут. В военных комиссариатах завезено и находится уже на сборном пункте все необходимое имущество для обеспечения весевым удовольствием, продовольствием. Большинство наших призывников, бывающих на прохождение службы, будут проходить службу в вооруженных силах. Также будем направлять войска национальной гвардии и МЧС. Большинство призывников будет направлено к учебной воинской части и будет, соответственно, с ними проведена подготовка по военно-учетным специальностям. В дальнейшем они будут распределены по воинским частям и будут дальше продолжать боевую подготовку, осваиваться воинской специальности. Остальные наши граждане попадут в воинские части и будут также заниматься изучением боевой подготовки. И поддержание боевой готовности нашей страны на территории Российской Федерации. Уколо 400 граждан нашей республики будут признаны в вооруженные силы. В региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства состояло совещание с представителями органов местного самоуправления республики по вопросам реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории республики. Отмечено, что в текущем году в 22 населенных пунктах региона было благоустроено 50 дворовых и 13 общественных территорий. Вместе с тем участники и мероприятия рассмотрели дизайн проекта объектов, благоустройство которых в рамках федерального проекта планируется в следующем году. В Карачаево-Черкесии за инфа сентября этого года трудоустроено 754 несовершеннолетних жителей республики в возрасте от 14 до 18 лет свободное от учебы время. Это 84% от программного показателя в рамках государственной программы содействия занятости населения региона. В рамках данной программы служба занятости населения ежегодно направляет на временные работы в свободное от учебы время 900 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетним выплачивается материальная поддержка в размере минимальной полуторакратной величины пособия по безработице 2250 рублей и заработная плата в размере минимальной оплаты труда 15 279 рублей. В Карачаево-Черкесии уже скоро появятся пункты придорожного сервиса. До конца года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования к курортным зонам в Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важное. Всего 11 объектов. Они будут оформлены в едином архитектурном стиле. Строительство этих объектов стало возможным благодаря победе Карачаево-Черкесии в грантовом конкурсе федерального правительства. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. У нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Ремонт дорог в Черкесске Учащиеся с 1 по 9 классы смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Интерактивные задания помогут детям оценить дорожную грамотность и разобраться, как вести себя, передвигаясь пешком, на общественном транспорте, велосипеде или самокате. Ситуации адаптированы под городскую среду. Соревнования проходят до 20 ноября, включительно при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фестиваль науки, технологий и искусств «Карачаево-Черкесия. Создавай будущее» прошел в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева. Своим опытом и наработками в разных отраслях с участниками форума поделились спикеры из соседних регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ректор университета Таусултан Узденов. «Карачаево-Черкесский государственный университет, центр сосредоточия, притяжение всех этих трех составляющих несет определенную ответственность за развитие нашей республики. И как старейшее учебное заведение высшего образования нашей республики с 1938 года выполняет очень большую миссию. Миссию по формированию новых поколений и образованных людей, интеллигенции, профессиональных кадров, ну конечно же науки и культуры». В Томске прошел форум педагогических работников и управленческих кадров общебразовательных организаций, обеспечивающих деятельность центров образования «Точка роста». В мероприятии приняли участие 300 педагогов и управленцев из 70 регионов страны. «Карачаево-Черкесию» представила делегации во главе с начальником отдела государственной политики управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров Министерства образования и науки Марьяны Урусовой. Участники форума обсудили проблемные вопросы функционирования центров, рассмотрели возможности методического сопровождения педагогов. В Карачаево-Черкесию с концертной программой «С любовью из Москвы» приехали артисты театра «Мимики и жеста». Это первый в мире и единственный в России стационарный профессиональный театр актеров с нарушениями слуха, созданный в 1962 году в Москве. Спектакли театра основаны на выразительности жестового языка глухих, на пластике, элементах пантомима, музыки и танца. Они доступны не только для зрителей с нарушениями слуха, но и для слышащих детей и взрослых. На концерте побывали гости из соседних регионов, представители отделений Всероссийского общества глухих, Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании и Ингушетии. В программу вошли самые интересные номера театра, песни и зажигательные танцы, юмористические сценки и многое другое. Его с удовольствием посетили и жители нашей республики. Информацию комментирует министр труда и социального развития республики Руслан Шаков. Это та категория, которая нуждается в нашей заботе и поддержке. К сожалению, из-за ковидных ограничений не всегда удавалось нам уделить соответствующее внимание этой категории граждан. Ну и кроме того, мы знали, что это первый в мире и единственный в Российской Федерации такой знаковый театр, который отличается особым мастерством, профессионализмом. И хотелось, чтобы они нас поздравили, а наши коллеги имели возможность любоваться их мастерством. Жители Черкеска смогут привиться от COVID-19 назальной вакцины. Насадки-распылители уже поступили в прививочные пункты города. Как и предыдущие версии вакцины, спутник ВИС состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» продолжается региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачаевой Черкесии на передовой. Всё будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачаевой Черкесии Денис Струговцов. Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях. И, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно отвлекались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идёт про ребят из Карачаевой Черкесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется ещё больше людей. За 9 месяцев этого года на территории Карачаевой Черкесии зарегистрировано 42 преступления в сфере лесопользования. Возбуждено 36 уголовных дел за незаконную рубку лесных насаждений и 6 дел по статье «Служебный подлог». К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 3 должностных лица. Раскрытый направлено в суд 31 уголовное дело. Комментирует информацию начальник отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаевой Черкесии Наталья Маслеева. Анализ объёмов, реализованный в рамках лесных аукционов древесины, свидетельствует о том, что начиная с 2019 года по настоящее время наблюдается существенное снижение выделенной кубатуры леса. За последние три года количество отведённой древесины сократилось в 25 раз. Наблюдается снижение количества коррупционных преступлений, совершённых в данной сфере. Мероприятия по противодействию правонарушениям, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений, умышленными поджогами лесов, а также выявлению коррупционных связей в сфере лесопромышленного комплекса продолжаются. Очередная экологическая акция «Вода России» прошла в Карачаевой Черкесии. Волонтёры провели уборку на экотропе Бадукские озёра Тибердинского нацпарка. Эта тропа постоянно обслуживается и убирается. На местах оборудованы привалы, однако волонтёры собрали 60-литровый мешок мусора, который был найден в самых необычных местах, например, в дупле дерева. Сейчас в Карачаевой Черкесии, как и по всей стране, завершается сезон субботников. До 15 ноября запланировано проведение серии финальных акций по уборке берегов рек. 2 ноября волонтёры пройдут по берегам рек Кубань, Дуут, Худес, Учкулан и Махар. 10 ноября запланировано проведение масштабной генеральной уборки в Прикубанском районе, в рамках которой также пройдёт акция «Вода России». Проведение центральной акции запланировано на берегу озера Солёное. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, днём в отдельных районах небольшие дожди. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-12, в горах местами до плюс 6. В Черкесии днём слабый дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 11 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями «Сухопутный маршрут». Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!